Татьяна Доронина недолюбливает журналистов. Не бывает в социальных сетях, в том числе и в инстаграме. В 2017 году, сделала исключение, появилась в документальной ленте «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». В интервью «Звезда» рассказала о личной жизни и мужьях, о том, как потеряла любовь первого супруга Олега Басилашвили, поделилась болью о нерожденных детях. Первый муж Олег Басилашвили. Татьяна Доронина пять раз побывала замужем. С первым супругом Олегом Басилашвили познакомилась в студенческие годы. В 1955 году пара сыграла комсомольскую свадьбу, проигнорировав условности в виде белого платья и обручальных колец. Несмотря на то, что Татьяну пригласили в труппу в столичном хате, девушка отправилась замужем в далекий Волгоград, куда его распределили после института. Позднее был Ленинград. Жили молодые в съемной квартире, расположенной над гаражами. Позднее переселились в собственную квартиру, выделенную БДТ. Брак длился 8 лет, но распался. Вскоре после развода с Басилашвили в личной жизни актрисы появился новый человек, второй супруг Доронины, театральный критик Анатолий Юфит. Он был старшей актрисы на 8 лет. Увидев Татьяну, на сцене влюбился с первого взгляда. Отношения статные, красавицы и солидного мужчины в очках дали трещину, как только Доронина увлеклась драматурга Эдвардом Родзинским. Брак с Родзинским закончился спустя 5 лет, но Татьяна и Эдвард расстались с друзьями, сохранив теплые отношения после развода. До сих пор актриса называет драматурга самым близким родным человеком. Экс-супруги периодически созваниваются, обсуждая вопросы различного характера, от творческих проектов до состояния здоровья. В театре имени Владимира Маяковского Татьяна Доронина познакомилась с четвертым мужем актером Борисом Химичевым. В 1973 году артисты узаконили отношения, свадьба была скромной, но с кольцами. В медовом месте супруги провели на Рижском взморе, как вспоминал Химичев, для Доронина театр был всей жизнью. Детей она не хотела, пропадала на репетициях и гастролях, постепенно отношения угасли. Пятым супругом актрисы стал работник главка нефтепрома Роберт Тахненко. Доронина познакомилась с ним случайно в садоводческом обществе. Актриса присматривала дачу, а Роберт возглавлял товарищество. Они прожили вместе три года. Муж обожал супругу, но актриса этого не замечала. Единственной страстью оставался театр. По этой причине Татьяна Доронина не решилась родить ребенка, о котором просил муж. С Робертом Тахненко актриса рассталась в 1985 году. Замуж больше актрисы так и не вышло. Сейчас актриса ведет закрытый образ жизни, редко появляясь на публике.